Вопросы, отлова и содержания безнадзорных животных теперь обсуждает общественная палата. Проблема в областном центре назрела настолько, что за ее решение вместе должны взяться представители власти, зоозащитники, активисты социальных объединений. На первом заседании рабочей группы собравшиеся решали, какие вопросы нужно поднять прежде всего. С улиц важно убрать агрессивных собак. Необходимо запретить торговать щенками и котятами на рынках и развалах. Также нужно снизить нагрузку на частные приюты. У нас есть домашние животные, которые каждый день оказываются на улице. И какое количество на улице, мы не знаем, будет выкинуто. С этим надо что-то делать. То есть надо ударно наносить эту программу, настолько оттачивать, чтобы одновременно все это делать. А одновременно, иначе мы здесь будем делать, а мы завалимся другими. Их не меньше стало, вы заметите, их больше стало сейчас. Потому что зоозащитники все спасают, а в таком количестве пристроить нереально. Прежде чем решать, какую сумму выделить на отлов и стерилизацию, животных нужно пересчитать. Затем составить грамотный регламент и техническое задание для подрядчика. Есть платные передержки в приютах, что в одном, что в другом. Мест не хватает. Они готовы платить деньги. Опять-таки, давайте сделаем на этой же территории социальную передержку, где каждый волонтер за маленькую сумму может содержать свое животное, то есть оно уже с улицы уйдет. Для эффективного решения проблемы безнадзорных животных, считают собравшиеся, объединиться должно и общество. Собаки не враги, а друзья человека. Даже после случившегося с покосанным ребенком. Это сам по себе факт причинения вреда. А что стоит за этим фактом, никто никогда не разбирается. Кто в этом был виноват? Родители, сам ребенок? Либо действительно это безнадзорные животные? Озвученные вопросы и проблемы неравнодушные планируют обсудить 11 декабря на заседании общественной палаты региона. На встречу пригласили гостей из приютов и центров передержки Нижнего Новгорода. Намеченные пути решения озвучат перед главой города Владимиром Шарыповым.